МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пуэра – это бразильский спорт в виде боевого. Пуэра – это боевое искусство, где спрятан танец. Одна же, когда они разрешают драться, поэтому придумывают боевое искусство. Его придумали из Бразилии. Пуэра – это афро-бразильское боевое искусство, которое включает в себя элементы танцев, акробатики, игры в том числе, ну и, конечно же, ударно-бросковой техники. Пуэра произошла от рабов, которые, собственно, никогда не хотели быть порабощенными и постоянно тренировались. И маскировали свои тренировки непосредственно какими-то вот такими танцевальными движениями. Я просто пришла первый раз, записалась, поднакомилась с этими, и все. Пуэра может заниматься любой человек. Любой, то есть вот у нас здесь занимаются дети от четырех и выше, и, собственно, какой-то конкретной подготовки нет. Нет необходимости в ней. То есть первый год мы просто наращиваем, скажем так, мышечную массу, и только после какие-то более сложные элементы начинаем отрабатываться. Ну, чтобы потом было интересно играть с друзьями. Чтобы тренироваться. Чтобы стать сильным. Чтобы мы были сильными. Ну, чтобы, когда меня обижали, я сдавал им дачу. Ну, я научился новыми ударами, уходами и подсечками. Удары? Да. Ну, бенсау, мартелло. Ну, все. То, что происходило сейчас, называется рода. Она проводится в финале каждой тренировки, чтобы дети смогли, скажем так, прогнать, использовать все то, что натренировали в течение тренировки. Ну, и плюс, как вы видите, превалирующее большинство все-таки детей, здесь мальчиков. И они, это для них возможность помахать на руку перед другом ногами, побить друг друга в чем-то, подловить, в чем-то обмануть. Ну, и вот, собственно, рода, она всегда проходит в такой дружественной обстановке. И, собственно, даже если кто-то поссорился, всегда все отношения выясняются только здесь. Песня, песня, они создают определенный ритм. То есть, если я, допустим, играю медленно, понятно, что нужно довольно медленно какие-то делать элементы. Вот если я играю быстрый ритм, это говорит о том, что здесь нужно рубиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова